Знаменитый на всю страну легкоатлетический манеж Центрального спортивного клуба армии. Именно здесь 17 июня прошли соревнования по легкой атлетике в рамках спартакиады Центральных органов военного управления Министерства обороны Российской Федерации. В вашей честной спортивной борьбе победит Чельнечка. Участники соревновались в беге в зависимости от принадлежности к той или иной возрастной группе на 60, 100, 1000 и 3000 метров. А лучшим командам предстояло выявить победителей в так называемой шведской эстафете на 800, 400, 200 и 100 метров. На данных соревнованиях принимают участие 25 команд, представляющие органы военного управления Министерства обороны. И приняли участие 179 участников. По своим прошлым годам количество команд и участников в процентном отношении значительно выше. После пяти видов проведенных соревнований хочу отметить уровень подготовленности главного управления Генерального штаба. Они идут сейчас на первом месте. На втором месте у нас идет команда главного учреждения Центра Генерального штаба. На третьем месте у нас идет команда командования ракетных войсков Киевского назначения. Среди главных задач спартакиады – развитие массового спорта и пропаганда здорового образа жизни в вооруженных силах страны. К участию в соревнованиях допускаются военнослужащие и государственные гражданские служащие, проходящие военную службу по контракту и работающие на штатных должностях в центральных органах военного управления. Что хочу отметить, то что, безусловно, улучшилась в целом организация проведения спартакиады и отношение офицеров к этому. Но это, наверное, в контексте того, что сейчас и в целом за физпготовку есть стимулирующие факторы, которые позволяют офицерам значительно лучше к этому относиться. Потому что за высокий уровень поощряется, в том числе и денежный, за низкий уровень тоже есть серьезные ограничения в службе даже в определенной степени. Поэтому считаю, что это положительно. Наша задача под командой «Изюшор» и «Окатлетики» здесь сделать, чтобы соревнования прошли на высоком уровне с точки зрения организации и судейства соревнований. Во время соревнований были продемонстрированы высокие результаты, которые подтверждают хорошую физическую форму участников спартакиады. Формально во время соревнований есть победители и проигравшие. Они формально выигрывают все, так как спорт – это жизнь, здоровье и сила духа. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова